Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного архиепископа Болгарского на Новый Завет. Толкование Феофилакта. Часть 23. Толкование на книгу Деяний 26.1.8. Замечательно, что и фарисеи были еретики, хотя Писание они исследовали и понимали лучше, чем все другие иудейские секты. Понимали лучше, но не истинно, потому что истинного разумения Писаний они не имели. Комментарии Игнатия Лапкина. Тысячу лет православные христиане читают это простое, ни на что не претендующее толкование блаженного Феофилакта. Он почти ничего не толкует, но только пересказывает смысл Священного Писания простыми доступными словами, ничего не затемняя и не добавляя. Неужели трудно было православным патриархам, архиереям, священникам и мирянам, читая это толкование, увидеть, что целое тысячелетие истинного разумения Писаний они не имели относительно места проповеди, места, которое должно занимать Евангелие. Почему же это место с такой легкостью отдали обрядам, богослужению и требам? Причина только одна. На Руси Евангелие никогда не было проповедано как должно. Истинного разумения Писаний они не имели. Толкование на Деяния 28.19.20 Писаниями предоставлена иудеям одна надежда – Христос, проповедуя которую я и очутился в этом состоянии узника. Комментарий Игнатия Лапкина Священное Писание имеет такую удивительную силу, что сказанное в далекой древности другому народу по другому случаю, может также тысячекратно повторяться с такой же силой в другой эпохе. 1 Коринфянам 10.6.11 А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставления нам, достигшим последних веков. Знать Священное Писание и исследовать его, то есть заниматься тем, к чему призывал Спаситель своих последователей, означает уметь любое место Писания применять к конкретной сегодняшней ситуации, чтобы Слово Божие было живо и действенно. Писаниями предоставлена и нам одна надежда – Христос, проповедуя которого мы эту надежду делаем непостыдной, действенной, которая нас не посрамит. С кем бы мы ни были, с кем бы мы ни беседовали о спасении, но если у нашего собеседника нет авторитета Писания, как непререкаемого авторитета, выше которого не к кому апеллировать, то этот собеседник не сможет приблизиться через нашу беседу к познанию истины, хотя бы мы ее открывали ему в самом чистом виде. Толкование на деяния 28, 23, 24. Но вот и они свидетельствуют, что Христос проповедуется всюду, хотя и не все принимают эту проповедь, а некоторые из иудеев и эллинов даже противодействуют ей. Комментарий Игнатия Лапкина. Слово «всюду» не дошло до России, до православных, а если дошло, то только через сектантов. До нас дошло уставное богослужение и требы. Требы и уставное богослужение. Все. Толкование на Иакова 1, 19. Посему, относительно изучения божественных предметов, апостол заповедует скорость, а относительно того, совершение чего соединено с опасностью, медленность. Комментарий Игнатия Лапкина. В любом деле человек должен заботиться о его окончании, и поэтому должен поспешать. Но так как спасение души есть самое наиглавнейшее дело нашей жизни, то и поспешать к нему следует более всего. Евреям 3, 15. «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших какового время ропота». Поэтому, как только представилась возможность услышать слово Евангелия, отложив все дела и склонись, как Мария, унок Иисуса, избрав благую часть. Относительно изучения божественных предметов апостол заповедует скорость. То есть не откладывать ни на день, ни на час, но в продолжении всей жизни нужно учиться любое дело делать как можно быстрее, поспешая окончить его. В деле же исследования священного писания и на молитве никогда не спешить. Мы спешили навстречу к Иисусу, теперь мы склонились перед Ним, и спешить нам теперь уже некуда. Мы молимся Ему, говорим Ему, Он слушает нас. Когда мы читаем Слово Божие медленно, вникая в таинственный смысл писания, то мы слушаем Его. Это Он Сам говорит нам. Толкование на Иакова 1, 22-23. Усмотрев из закона Моисеева, для чего Он сотворен, а именно для славы Божией и для жизни по образу создавшего Его Бога, ничего извиденного не исполнил, но поступил точно так же, как и смотревшийся в зеркало. Ему следовало воспользоваться виденным, а Он, как и тот, не воспользовался. А фарисеи были слушателями, но так как они не были исполнителями, то и неблаженны они, значит, обманывающие самих себя, ни во что ставящие собственное свое спасение. Толкование на Иакова 1, 24-25. Апостол сказал, кто приникнет, а не войдет. Ибо духовный закон, везде имея преимущество и величие, умеет привлекать и самым кратким чтением его. Комментарий Игнатия Лапкина. Что имеет в виду блаженный Феофилакт под кратким чтением? По всей вероятности, никак не менее одного стиха Библии. Но чтобы уметь пользоваться столь малым по объему материалам, нужно знать всю Библию. Чтение Священного Писания должно ежедневно занимать никак не меньше нескольких глав. Желательно читать Ветхий и Новый Завет и Псалтирь на русском языке. Опыт чтения Писания хорошо известен сектантам и совершенно незнаком православным. Среди баптистов мне приходилось не раз встречать людей, которые прочитали Библию уже несколько десятков раз. Среди православных это исключительное и почти невозможное явление. А ведь нам, православным, еще нужно знать и толкование, не самоизмышленное, жития святых, каноны церкви. Но чтение Библии должно быть ежедневное. Не сяду обедать, пока не прочту. Толкование на Иакова 1.27 Итак, если хочешь быть благочестивым, обнаруживай благочестие не в чтении, но в исполнении закона, которое состоит особенно в оказывании сострадания ближнему. Комментарий Игнатия Лапкина Исполнение закона должно быть во всем, а не в том только, чтобы держать в руках Библию и хорошо знать ее содержание. Бог так установил и устроил, что Он есть единая с церковью, и Он есть глава ее, а она тело его. И в первые же минуты, когда душа услышит весть о Христе, и Дух Божий услышит ее, она должна заботиться об исполнении закона Божия. А закон Божий гласит, что вне церкви нет спасения. И когда протестанты, сектанты и все ретики, находящиеся вне церкви Христовой, абсолютно правильно преподают о покаянии, о принятии Христа верою, о жизни в Боге, но не приводят людей в церковь, созданную Христом, Они в таком случае поступают не по закону Христову, а только согласуются со своими человеческими мыслями и доводами. Христос никогда не говорил, что Он создаст вторую церковь из-за того, что первая полностью пала и разложилась, что нужно создать новую, протестантскую. Обнаруживая благочестие не в чтении, но в исполнении закона. Толкование на Иакова 2.17.19 Итак, божественные апостолы не разноречат друг другу, но принимая слова в различных значениях, каждый употребляет он и в своем значении, где нужно. Иакова 3.13.16 Толкование «Люди, любящие начальствовать и хвалящиеся мудростью мира сего, проповедовали наперекор православным учителям, завидуя им и примешивая человеческое к божественному, чтобы привлечь к себе слушателей новизное учение, от чего и ереси произошли». Комментарий Игнатия Лапкина «Эта заметка блаженного феофилакта сегодня более всего касается православных священников и архиереев и всех православных». Толкование на Иакова 4.1 «Апостол показывает, что хотя упомянутые люди присваивают себе звания учителей, однако они совершенно плотские». Комментарий Игнатия Лапкина «И эта заметка святителя непременно заденет тех, кто не ставит Библию на первое место и не живет по ней. А таковых более всего и есть в православии. Даже после окончания семинарии и академии в диспуте с не очень опытным сектантом в течение одного часа они проигрывают по всем позициям. Чтобы кого-то учить и притом по Слову Божию, нужно знать Библию, какое место каким растолковывается и не бояться рассматривать свою веру самокритично». Толкование на Иакова 4.4 Высший апостол лишь слегка обличило некоторых ложных мудрецов, искажающих Божественное Писание, и по своей воле в превратном виде употребляющих оны, чтобы иметь повод к своей сладострастной жизни. А это есть не другое какое-нибудь зло, но вид гордости. Теперь же он выступает против них строже и как бы вопреки своей крутости употребляет слова укоризненные, называя таких людей прелюбодеями и прелюбодейцами, и делает почти такие обличения. Комментарий Игнатия Лапкина. «Чего бы ни коснулся в современной жизни православия, начиная от порога и до алтаря, почти ничего нельзя доказать на основании Слова Божия. Почти все это – плод праздного ума и позднейшей выдумки». Толкование на Иакова 4.5.6 Апостол как бы так говорит. «Я собственными словами убеждал воспользоваться своей мудростью правильно и неосужденно, чтобы вы по гордости не злоупотребляли ею, не подделывали и не извращали истинного учения». Поэтому, если вы покорны Писанию, то смиритесь перед Богом и получите благодать через возвышение от Него. Комментарий Игнатия Лапкина. «В Библии известно около 500 имен Божьих, и все они чудны и сладостны, и выше всех имен Божьих только Библия. Псалом 137.2 «Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Если вы покорны Писанию, то смиритесь перед Богом. Отсюда легко заключить, что кто не покорен Писанию, тот не покорен и Богу, и не смиряется перед Ним, заповедавшим нести святое благовестие всему миру. Марка 16.15 «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кто хочет только стоять в храме и не благовествовать миру о жертве Христовой, тот напрасно молится, молитвы его Бог не услышит. Притчи 28.9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Если вы покорны Писанию, то смиритесь перед Богом. Толкование на Иакова 5.19.20 «Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним, ибо всякий возвещающий Слово Божие бывает устами Божьими». Комментарий Игнатия Латкина. «Быть глашатаем царских законов, какая великая честь, но быть устами Божьими, кто из смертных может помыслить об этом?» Иеремии 15.19 «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим, и если излечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним, ибо всякий возвещающий Слово Божие бывает устами Божьими». Толкование на 1 Петра 1.10 «Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте, и благовестия наше не оставляйте тщетным». Такой урок из предвидения пророков. Комментарий Игнатия Лапкина «Предпринятый нами труд по изданию Нового Завета по лучшим толкованиям святых отцов с небольшими нашими комментариями на места толкования, касающиеся проповеди, это дело весьма непростое и небезопасное. Мы заранее знаем, как патриоты православия будут поносить нас и обклеивать различными ярлыками. Сектанты, баптисты, псевдоправославные, раскольники, самочинники. Бог даст сил. Мы все это перетерпим. Но, дорогие наши читатели, православные и неправославные, не судите наше намерение, с какой целью мы издаем эти книги. Наши читатели, мы не знаем вас, но мы любим вас, но более всего вас любит Господь, и очень сильно любили и любят вас святые мужи веры, истолковавшие священное Писание. Мы хотим, чтобы эта любовь была вам открыта и понятна, чтобы и мы, и вы спаслись, и в вечности все были со Христом. Никакой иной цели издания этого трехтомника у нас не было. Ни опорочить праведных, ни возвысить грешных, ни показать себя. Цитата. Посему, когда и мы возвещаем вам это, вы не пренебрегайте, и благовестие наше не оставляйте тщетным. Толкование на 1 Петра 1, 22-25. Показав малоценность славы нашей, апостол снова возвращается к объяснению того, что же именно возродило их словом Божьим, живым и пребывающим вовек. И говорит, это есть то слово, которое вам проповедано. Ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а слово Божие не так. Оно имеет вечное пребывание. Комментарий Игнатия Латкина. Мнением человеческим может быть все, кроме Библии. Беседовать о спасении с православными невозможно по Библии. Ибо у них все построено на человеческих мнениях. Доколе не будет установлен авторитет Библии, ни о каком спасении речи не может и быть. Строящий на временном фундаменте может иметь временный успех. Ибо всякое мнение человеческое скоро прекращается, а слово Божие не так. Оно имеет вечное пребывание. Толкование на 1 Петра 2.1.6 Посему, говорит, очистившись от всех этих зол, приступите как новорожденные младенцы. Ибо таковых, сказал Господь, есть царствие. Лука 18.16 И, питаясь бесхитростным учением, растите в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4.13 Ибо вы вкусили, то есть через упражнения в священных заповедях евангельских, вы осязательно узнали, сколь благо это учение. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы Феофилакт был среди нас, смог бы он сказать эти слова. 1 Петра 2.7.8 Они притыкаются о Слово Евангелие. На что они и положены. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда читаешь сегодня в прессе о том, как архиереи предпринимают усилия о возрождении духовности, через крестные ходы вокруг границ государства, к чудотворным иконам, к иорданям на реке устанавливают поклонные кресты и многое другое, все это действительно имеет вид религиозности. И людям мира сего эти представления красочные, необычные, очень нравятся. Они их снимают в фильмы, пишут, фотографируют. Остается неотвеченным один вопрос. Какое отношение это имеет к Богу, к Священному Писанию? Все эти елки, светящиеся кресты, украшения и позолота, какое это отношение имеет к Священному Писанию? Они притыкаются по Слову Евангелия. Повторяю, создана совершенно новая религия, не имеющая никакого отношения к апостолам и не имеющая никакого подтверждения Священным Писанием. А все, что не по Священному Писанию, не от Бога, они притыкаются о Слово Евангелия. Конец 23 части. Конец 23 части.